Территория нынешней Курской области в конце первого-начале второго тысячелетия была занята обширными степными просторами, с оврагами и балками, поросшими лесами. Здесь паслись огромные стада туров, сайгаков, тарпанов, обитало несчетное количество мелких грызунов и сурков, гнездились такие птицы, как стрепет и серая куропатка. В XVI веке главным занятием жителей Курска, защищавшего южные рубежи русского государства, было земледелие. На беге крымских татар требовали надежного прикрытия границы, и гарнизону Курска были приписаны окрестные степи, где пасся скот и заготавливалась сена. Степь, в общем-то, это такой ландшафт, которого в мире больше не осталось нигде, кроме вот в диком виде. Это европейская часть, это Курская область, это Стрелецкая и Казацкая степи. С тех пор, как царь Михаил Федорович отдал эти земли курским служилым людям для сеножатия, вот уже более 380 лет на тысяче гектарах черноземной степи, по сути, проходит эксперимент по использованию человеком даров дикой природы. В начале прошлого столетия ученые стали активно заниматься степями Курской земли. Самым выдающимся из них был наш земляк Василий Алехин, геоботаник, профессор Московского университета. Он уроженец нашего города. Долгое время после того, как сгорел их дом, семья Алехинах проживала во Фрегеле на улице Мирной. Родился он в семье небогатой, то есть семья была среднего достатка, семеро детей было в семье, и несмотря на то, что все-таки семья небогатая, но родители смогли дать всем высшее образование. В 1901 году Василий Васильевич Алехин заканчивает классическую Курскую гимназию с золотой медалью, поступает в Московский государственный университет на естественное отделение физико-математического факультета. Алехин открыл для науки Стрельскую степь в 1907 году. Он тогда учился на пятом курсе. После открытия Казацкой степи в 1909 появились первые статьи Василия Алехина – очерк растительности и ее последовательной смены на участке Стрелецкая степь под Курском и Казацкая степь Курского уезда в связи с окружающей растительностью. Уже тогда вместе с воронежскими ботаниками Алехин стал инициатором создания степного заповедника. Очень много воспоминаний есть о том, как проводил эти годы исследований Василия Васильевича Алехина. Об этом пишет его племянник. Он говорит о том, что он был совсем еще тогда маленький, Василий Васильевичу саживал его на лошадь, телега была, и они отправлялись в Казацкий или Стрелецкий участок. Там вот этот человек оживал. Алехин действительно был увлечен этой темой. В университете на первый взгляд он казался замкнутым, серьезным, студенты даже побаивались его. А здесь с лихвой проявились такие черты характера, как мягкость и добродушие. Все это, похоже, открывала в нем природа, которую Алехин пытался сохранить в первозданном виде. Чтобы сделать заповедник, необходимы многочисленные предварительные исследования. Ими и занимались ученые много лет. На основе собранных материалов 10 февраля 1935 года решением президиума в ЦИК был учрежден центрально-черноземный государственный заповедник, который со дня своей организации носит имя профессора Василия Васильевича Алехина. Самое непривычное в этой истории то, что заповеднику присвоили имя ученого еще при жизни. Умер Василий Васильевич в 1946 году. Сердце не выдержало после смерти сына. С тех пор Степ бережно хранит память о великом ученом. Сейчас центрально-черноземный заповедник – это огромная природная территория. Заповедник в настоящее время представляет собой шесть участков, в которые входят Казацкий, Стрелецкий, Баркаловка и Букреевый бармы – это Монторовский и Горшеченский район, и Зоринские болота и поймы реки Псел. Площадь заповедника составляет чуть больше 5000 гектар, то есть 5278 гектар составляет заповедник. Интересны все участки, но наиболее значима, наверное, Стрелецкая степь. Здесь можно наблюдать многочисленные степные луговые сообщества. Огромное видовое разнообразие, которое характеризует этот уголок заповедника. 87 видов на одном квадратном метре встречаются в Стрелецкой степи растений. А если брать экземплярную насыщенность, то она составляет 1000 экземпляр на один квадратный метр. С ранней весны до поздней осени в луговой степи, как в калейдоскопе, сменяют друг друга 5-8 красочных картин. В середине апреля степь покрывается лиловыми пятнами сон травы. Следом зацветают горецвет и первоцвет, образуя желто-золотистый фон. Затем степь становится синего цвета, зацветает шалфей луговой, шалфей поникший. Потом серебристая, от серебристого цвета это ковыль. Самое степное растение, все любуются. И ведь многие вообще ковыль не видели, а это же основное растение, которое всегда произрастало в наших степях. Потом степь становится белой, словно невеста. Это зацветает невианник, крупная ромашка. Затем розовая, тыпарцета. Потом живость кленовидная делает степь снова синий. По-другому это растение еще называют дельфиниум. Черемица черная, любимое растение местных жителей, которые применяют его для лечения от многих болезней. Она закругляет калейдоскоп цветения, и степь начинает готовиться к осени. Более всего поразили нас дикие пионы. Пион тонколистный, удивительное растение. Сотрудники заповедника называют его «аленький цветочек». Здесь проходят северные границы его распространения. Красивыми красными пятнами произрастает он на территории Средской степи. Цветут пионы недолго, и поэтому многие желают попасть сюда именно в это время. В девственную степь экскурсантов, если и пускают, то лишь на несколько десятков метров и строго по специально ознакомительной тропе. До трех тысяч экскурсантов ежегодно любуются красотой Курских степей, оставляя слова восхищения в книге отзывов в Музее природы. На территории заповедника обитают около 50 видов млекопитающих. Из 225 видов птиц, которые проживают здесь, 62 занесены в Красную книгу Курской области. Огромное число животных и пернатых на маленьком клочке земли. Конечно, нам, живущим в бетонных и кирпичных домах, увидеть в природе живого кабана или лося – большая удача. Или почувствовать колебания воздуха от пролетающих мимо орлов и куропаток. Один из жителей нашей Стрелецкой степи – это слепыш. Очень удивительное животное. Всю жизнь он проводит под землей. У него нет совершенно глаз, ушных раковин. И вот в наших условиях Стрелецкой степи ящерица Прыткая приспособилась откладывать яйца в его выбросах, на так называемых слепышинах. Секрет и главное отличие самых известных участков нашего заповедника – Стрелецкой и Казацкой степей – в том и состоит, чтобы сформировать эти роскошные островки живой природы при участии человека. И чтобы был в нем гомо-сапиенс не царем и покорителем, а одним из факторов поддержания природного равновесия. Синокошение в Стрелецкой степи – не самоцель. Это имитация воздействия на травостой диких травоядных животных. Они исчезли в лесостепной зоне под влиянием человека. И под воздействием них степь сформировалась. Многие сотрудники заповедника держат в личном хозяйстве коров. Ведь скосить тысячу гектаров травы они не в силах. Долгое время эту проблему решали, передавая синокосы местным сельхозпредприятиям. Но сокращение поголовья крупного рогатого скота в Курском районе может серьезно помешать поддержанию баланса заповедника. Ах, какая здесь все-таки красота! Когда попадаешь сюда, попадаешь будто в другой мир, в сказку, в детство. Дышится так легко, словно нет города рядом. Словно замерло все и время остановилось. Желтая акация напомнила мне мое детство. И захотелось крикнуть, люди, берегите то, что подарила нам природа. И тогда, может быть, через сто лет, мой коллега, ведущий уже другой программы, скажет. Желтая акация напомнила мне мое детство. С вами была Курская жемчужина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова